Привет, меня зовут Настя, и сегодня мы с вами поговорим об определительных местоимениях в английском языке. А теперь немного подробнее о таких похожих местоимениях, как each, every, everybody, everyone, everything. Чем они отличаются и как переводятся? Each и every. Оба эти слова переводятся как каждый, однако в их употреблении есть отчетливая разница. Главное отличие этих двух местоимений заключается в том, что each употребляется в том случае, когда речь идет об ограниченном количестве предметов или лиц. Every, в свою очередь, употребляется по отношению к неограниченному количеству лиц или предметов. We call her every week. Мы звоним ей каждую неделю. Здесь говорится о неограниченном количестве недель. Местоимение every в предложении выполняет только функцию определения. Например, Everything может относиться к животным, предметам и абстрактным понятиям. Everything is alright. Все хорошо. Теперь поговорим о местоимениях other и another. Other указывает на предмет, отличный от упомянутого ранее. Имеет формы единственного other и множественного числа others. Местоимение another может значить другой, дополнительный. Например, I won't say another word. Я больше не скажу ни слова. Ну что ж, сегодня мы немного поговорили об определительных местоимениях. Давайте вспомним их. Each, every, everybody, everyone, everything, other, another. С вами была Настя. До новых встреч! See you! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!